Это Клуб Столский. Сегодня я хотел вам рассказать и показать, в принципе, не просто как распаковку или какое-то обучение непосредственно игры Звездная Война Армада, а скорее то, как мы пытаемся его начать играть. То есть здесь на данный момент вы видите не только стартовый набор, а уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь дополнений, которые, ну, я посчитал, и они просто мне были интересны, когда я докупал вещи к основному набору. Да, действительно, для того, чтобы начать игру Армады, вам действительно понадобится вот, собственно говоря, то, что входит в основной набор. Четыре X-Wing, CR-90, Набулон Фрегат, идет Victory Destroyer и плюс шесть различных, вот таких вот небольших тай-файтеров. В принципе, это называются эскадроны. Вот, их как раз здесь в данном случае шесть, поэтому мы можем посмотреть. Для тех, кто, ну, вообще никогда не видел и не знает, что такое Армада, ну, надеюсь, по крайней мере, видел X-Wing, который, в принципе, больше пока популярен в мире и более известен здесь. Ну, вот, например, это и есть Tantiv, или как он, в принципе, правильно вроде бы называется сейчас, Tantiv 4. Это то, что вы видите, как раз в новой надежде. Он достаточно маленький, вот, из X-Wing, X-Wing. То есть, ну, масштаб совсем другой, потому что здесь больше идея сама, это действительно использование самого флота, а не единичного корабля. Ну, или же вот, для сравнения, еще один, возьмем большой корабль здесь, Millennium Falcon, из X-Wing. И Victory Class Destroyer из Армады. То есть, как вы видите, оно более или менее, можно сказать, одинаковое. Это, кстати, не самый большой корабль, еще в Армаде, бывает гораздо больше. Дальше. Масштаб, в принципе, здесь, как и в X-Wing, он относительно соблюден. Он не придерживается тут прямо один в один, поэтому не надо придираться к этому. Здесь это больше для... Масштаб создан для удобства игры. Собственно говоря, если вы сталкивались, допустим, с X-Wing, то вы помните, что были такие вот шаблоны. Их попытались заменить, и вот как заменены они, таким вот технологичным поворачивающим устройством. Это получается непосредственно сама линейка маневров, которая применяется в Армаде. Потом, когда мы будем обучать уже игре, я непосредственно покажу ее. Здесь дальше вот эта вот линейка расстояний, а здесь движение, в принципе, эскадронов. То есть, как раз мелких, таких вот, как Тайфайтеры и все прочее. Дальше. Повреждения на кораблях описываются тоже при помощи, как у многих игр, на самом деле, в Fantasy Flight Games вот такими вот картами. Соответственно, когда переворачиваете, если какое-то критическое устройство происходит, то вы видите, что с ними произошло. Ну, это в общем. Дальше. Естественно, как же Fantasy Flight Games без соответствующих кубиков в каждой игре. Вот они у Армады по три, каждого цвета есть красные, черные и синие. Сразу скажу, да, три красных, три черных, три синих – это маловато. Ну, просто на данный момент докупать, как бы, второй набор, как иногда в самом начале, даже в самих правилах описано, что, ну, дескать, поделите там набор. Там будет два Набулона, два ЦР-90-х, два Дестройера и так далее. На самом деле, это особенно сейчас не надо, потому что, в принципе, Victory и все остальные, которые выходят корабли, у них уже есть отдельные коробки, блистера, в которых есть те же корабли. Но, как и во всех играх Fantasy Flight Games, в них указано еще достаточно много дополнительных свойств, а не только то, что вот есть, ну, в основном наборе. То есть, например, корветов у нас, допустим, уже два. Да, у них идут вот такие вот одинаковые карты. Кстати, сразу говорю, вот эти карты, это, в принципе, называется формат Таро. Так что обложки, соответственно, вам нужно будет под них, если хотите, уже другие. То, что на них написано, мы будем уже рассматривать потом. Дальше. Что еще? Вот это, это вот как бы командные вот такие идут, выбор команд здесь вот так вот указан. Иногда маневры так указываются, в X-Ring есть подобные. Но здесь они изначально идут вот такие вот пластиковые, и они идут для всех кораблей. Их уже целая гора, я здесь их все не показываю, потому что они каждому идут по количеству командных очков. У кого один, у кого три, у кого четыре, то есть их вам будет более чем достаточно. Здесь, кстати, стандартная игра Армады, она идет, ну, как во всех подобных играх, на определенное количество очков. В данном случае тут гораздо больше, чем стандартное количество, которое описано в правилах. Стандартное правило, ну, про стандартное количество очков для игры, турнирной или как бы рекомендуемой, это 400 очков. Если даже, ну, вот посчитать, фрегаты стоят по 39-44 очка. Возьмем там фрегат торпедный, 63 очка. Вот вам два корабля, примерно 100. Небулон еще 51, ассалт фрегат 72, 200, сколько, 230, 240 получается, если там со всеми остальными добавить. Плюс еще МЦ-80, это еще, сколько, 96 есть, есть 103, допустим, возьмем 103 очка. То у нас получается 3-4 корабля. Это будет уже действительно большая армия, практически полностью. То есть, на самом деле, если вы хотите, открою секрет, если вы хотите собрать действительно что-то относительно дешевое 400 очков, вам, по большому счету, мало что надо. Вам нужен всего лишь стартовый набор. И Imperial Star Destroyer, или же Home One, или Liberty. Потому что каждый из этих чудесных кораблей стоит 100-100 с чем-то очков. И, соответственно, если вы сопоставите все остальное, плюс с карточками, которые, естественно, идут с каждым набором, от карточки апгрейдов, то там персонажи, получается, у вас адмиралы будут по 20, по 30 очков, по 40, то, по большому счету, вам может хватить одной коробки большой, плюс два огромных линкора. Может быть, что-то мелкое, но практически даже и этого не надо, чтобы вы набрали 400 очков. То есть, в плане сборки это достаточно просто. Сейчас еще будет скоро выходить новая волна. Там будет как раз новое профориенте для повстанцев. Это как раз тот корабль, который вы видели в Рогуа, с очередным чудесным, это ловушка представителем этой расы. И плюс там будет Тран. Это Химера, это Imperial Star Destroyer. И если он так стоит за 115 или 120 очков, плюс Тран еще, по-моему, 40, то вам не особенно много чего надо будет. Плюс Тран еще, его корабль идет с протекторатовскими дополнительными кораблями, то, по большому счету, такого набора хватит вам, чтобы 400 очков собрать. Так что, говорить, что Армада там дороже или все остальное, это не совсем верно. Они, в принципе, все игры стоят более или менее одинаковые деньги. И только единственное, что начальный вот этот набор чуть дороже у кого-то или начальный чуть дешевле. Так, дальше. Количество, в принципе, вот сбор армии, это вот стандартный. Вы должны назначать генерала на какой-то там большой корабль, потому что раньше можно было на мелкие назначать, но сейчас это отменили. И, в принципе, правильно, потому что это забирало очень сильно, не имел, терялся смысл в больших кораблях. То есть, баланс, опять же, в игре полностью вернулся. И, если говорить, ну, вот, допустим, давайте посмотрим, как выглядят действительно большие корабли. Это, кстати, вот это, в данном случае, идет, вот, они вот идут вот с такими еще интердикторами. Один из самых известных кораблей, ну, он не входил, допустим, в фильмы «Звездных войн», но есть там в «Райблсах», и он очень много в комиксах и в книгах описан. Это, в принципе, то, что могло привести повстанцев к уничтожению, потому что вот эти шары, то, что вы видите, это гравитационные колодцы, и, то есть, он, несколько таких кораблей, которые должны были быть построены, должны были выдергивать флот или отдельные корабли из гиперпространства, и, таким образом, просто ставить их перед флотом и уничтожать их там поодиночке или целыми делать вот такие вот засады. То есть, это один из самых известных кораблей. Он, кстати, очень популярен, и это, кстати, средняя подставка. То есть, у них бывает несколько видов подставок. Вот, если мы возьмем «Либерти», вот мы увидим разницу вот такую вот. То есть, вот он. Это большая подставка, это малый. Кстати, и SD Imperial Stal Destroyer идет вот на такой же подобной подставке. То есть, он настолько же больше. Это у нас МЦ-80 «Либерти». Дальше. Так, естественно, все модели в данной игре поставляются покрашенными, кроме вот этих различных вот таких вот эскадронов. Эскадроны, неважно, будут дополнительными наборами, те или те, которые вот поставляются, они все идут не покрашенными. Хотите красить их, хотите нет. Это уже, в принципе, не входит ни в цели, ни в какие-то регуляции игры. Дальше. Рулетки мы посмотрели. Это посмотрели. Есть такие чудесные жетончики, команды. Это вот каждому дается такие вот шпаргалки, которые вы можете посмотреть, и, в принципе, играть. Дальше. Один из самых известных, вот, вы его даже в новой, выходя, уже вышедшей игре «Звездные войны Battlefields» это аркетан крейсер, легкий крейсер империи. Он там как раз в одной из миссий про космос летает вот эти две над Скарфом, и одни летят уничтожать генераторы, другие защищать. Между ними, там, собственно говоря, летаете вы. Так что, опять же, и в «Revels» полно его, и, кстати, один из самых известных и хороших, действительно хороших в игре кораблей. Ну, не знаю, мне просто он относительно, не самый, может, любимый, но он относительно мне очень нравится. И сравнить даже со всеми остальными. Интердиктор, конечно, больше. Дальше. Опять же, что еще? Вот такие вот, это средние, опять же, корабли для каждых. Это мы видим здесь фрегат штурмовой, как всегда, с огромным количеством ящиков. Вот такое вот оно. Он, кстати, достаточно неплохой. Тоже он, по крайней мере, забавный. Он очень неплохо помогает повстанцам. И вот это вот. Не знаю, мне кажется, что скоро может еще появиться такой же повстанческий, потому что, в принципе, в Рэбблсах вот этот легкий авианосец, это авианосец, он использовался, еще его захватывали повстанцы. А поскольку есть, у них даже Феникс Хоум, один из флагманов повстанцев, вот как раз там, где, в мультике там Рэбблс, то вот это его был один из соперников. Не то, что там сказать, что главный, но вот один из них, они там его угоняли. Так что, вполне возможно, что он может быть еще и повстанцам. Это такое, да? Как бы большее измышление. Дальше. То, что мы видим практически во многих, или во всех играх, это вот различные там станции, астероиды, к ним им идут определенные правила и так далее. То есть, что еще можно сказать? Вот это вот, вот такие вот есть жетоны. Жетоны все идут двух цветов. Не важно, там разные символы на них, там есть целый справочник, что он обозначает. Такой, это он готовый. Такой, это он использованный. И его вообще можно забрать. Вы его не сможете восстановить, потому что каждый ход они будут восстанавливаться с зеленой на, вернее, с красного на зеленое. А когда вы его забираете вообще, это если там, вы знаете, что вас там без этого убьют, или совсем экстренный случай, или он вам просто уже совсем ничего не делает, то он тогда действительно не будет уже у вас восстанавливаться. Дальше. Поле, на котором вы видите, это стандартное поле экс-винга, то есть это 3 на 3 фута. На самом деле, в него можно играть, если вы играете стартером. Если вы играете уже на 400 очков, или даже, ну, наверное, хотя бы 300, если вы уже начинаете набирать, то вам действительно понадобится что-то размером вот такого поля удвоенного. или есть, например, если официальное поле у Fantasy Flight Games, вот вы как видите, вот с той подстороны, например, или с этой стороны есть черное небо, и так на всех их них вот таких вот подобных неопреновых матах, то туда ставится просто есть пустое поле Звездные войны, звездное небо, и оно просто очень хорошо состыковывается, и вот он получается полный вот такой вот 6 на 3. Почему 6 на 3? Если, ну, если верить Fantasy Flight Games, я знаю, что стандартный 6 на 4 у многих игр размер, ну, а туда ложить карты, то есть вам как бы обрезали поле для того, чтобы было удобнее размещать те элементы того, что непосредственно на столе. Дальше, вот такие вот прямоугольники, в принципе, особенно в игре как такого значения сверх не имеют, это больше ограничение зоны расстановки. Дальше, этот жетон тоже, честно говоря, маловато используется, хотя он есть в наборе, это, в принципе, инициатива, но она используется один раз, вы как бы ее там меняете, но по большому счету, поскольку расстановка, инициатива тут идет по очереди, оно важно, но люди и так засекают без вот этих вот жетонов. что из основных таких еще? Вот такие вот прицелы. Их на самом деле гораздо больше, они идут с каждым кораблем, целая гора накапливается с временем, это на самом деле цели. Армада, в отличие от X-Wing, больше склонна и она создается как игра для достижения целей, то есть у вас есть вот стандартного размера карты, и они вот распределяются. Если правильно их назвать, то получается синий это навигация, красный это атака и желтый это защита. В принципе, при сборе, когда вы собираете непосредственно свой флот, то вы, в общем-то, выбираете вот эти цели. Соответственно, за их выполнение вам начисляются очки. Соответственно, это и есть основная цель этой игры. Уграется на цели, которую мы видели. Да, там очки за уничтоженные считаются, но тем не менее цели зачастую гораздо важнее. Потом дальше она играется на определенное количество ходов. То есть это 6 ограничивается и там уже считается количество очков. Ну, или есть, да, действительно полное уничтожение. как бы из то, что стандартное действительно необходимо. Помимо прочего, вот если, допустим, в блистерах или в коробках, в которые они идут, естественно, там описывается сам, например, вот как раз этот авианосец описывается с некоторыми большими кораблями, вот, Liberty и прочее. Там у них есть даже дополнительные свои жетоны, которые делаются. А с некоторыми даже могут идти небольшие такие сценарии. Сейчас это, кстати, все меньше и меньше, потому что люди не так их любят, например, это гипердиктором. То есть, вот у него гравитационных колодцев. Вот такие вот жетоны даже свои есть. То есть, это по большому счету инструкция, которая вам показывает, что есть в наборе, плюс правила, которые от волны к волне, а волны здесь небольшие, там, два, три, четыре корабля или набора, как они выпускаются, они приносят каждый раз небольшие изменения в игру, поэтому в принципе жетоны и все остальное накапливается, вы будете видеть, как это изменяется. Сами эскадроны, ну, допустим, вот он, Тай-Файтер, стандартный размер карты, именные персонажи, тут есть, это в стартовом наборе Люк Скайбокер идет, Хоул Ранер, она тут тоже идет, как эскадрон с определенными параметрами, ну, и непосредственно с эскадрона и к свингу, то есть, вот то, что основное. Дальше, в принципе, и что еще следует отметить, если у вас в некоторых играх, например, в экс-винге, вот, вы как вот здесь вот видите, то, что вот это вот расстояние, это расстояние, действительно скорость, но скорость в армаде немножко отличается от скорости в экс-винге и всем остальном, здесь как бы существует правило инерции, оно не описано конкретно, вот у вас там инерция есть и все остальное, но тем не менее, вот у вас все игру, начиная там со значением 2, для того, чтобы изменить скорость вашего корабля, вы не можете просто перекрутить вот это вот значение или же какой-то там шаблон выбрать или подобное, нет, этого не получится, вам надо выставить вот такую стрелку, вот такую вот, и когда вы это сделаете, тогда вы сможете на 1, на 1 значение погасить или поднять скорость, то есть фактически действительно корабль может вынести за пределы стола, если вы неправильно им будете поворачивать и так далее, дальше, что значит сами повороты уже, объясним тогда как оно все делается, вот допустим базовый у вас начинается 2, мы возьмем то, что есть стартовый, допустим, вот корвет у нас есть, яркий пример, и вот диктор есть, неважно какой, вот один из них, у нас есть, не будем обращать внимания, но на остальные, вот у нас есть вот такая вот таблица, вот здесь она и вот здесь вот она, вот это получается внизу, она как таблица Пифагора чем-то напоминает, здесь получается внизу идет скорость, вот то значение, которое у вас выставлено на вот том кружке, а вот это вот, вот то, что вот здесь 2, 1, или вот такие вот прочерки, это значит, если у вас, допустим, скорость 2, ну, скорость 2, то вы вот эту часть прикладываете к кораблю, сейчас покажу, вот корвет этот, прикладываете ее к кораблю, вот так вот, и вы можете, поскольку здесь это указано, один раз повернуть на первом, вот тут есть такие поворачивающие механизмы, вот они, вот они, и тут нету, что вы должны задать обязательно направление, вы должны задать вот количество поворотов, вот вы от среднего, всегда от среднего, переводите вот на 1, потому что на 2 он будет поворотов, на 1 переводим, и что значит 2, это то же самое, в принципе, что и сейчас вы видите, вот у вас на 2 можете повернуть, вот яркий пример того, что вот мы должны поставить его здесь, корабль, это опять же, вот и так поставить его нельзя, то есть вы не можете пересечь саму линию вот этого шаблона, вам надо просто тогда передвинуть шаблон на другую сторону, по стандартным правилам описано это даже не обсуждается, как бы, вот, и тогда вот, ваш корабль, совершивший маневр на 2, вот таким вот образом и делается, ну и если, конечно, допустим, более правильно делать, потому что так мне особенно понятно, вот мы хотим большой круг сделать, вот здесь мы 0 на 1, здесь на 2, соответственно, здесь он проходит не пересекая линию своего шаблона, вот он выставляется, таким образом он поворачивает. Естественно, у более мелких кораблей такой поворот гораздо проще, потому что, вот если вы сравните, яркий пример, как движется корвет и как движется линейный корабль, видите, совсем другое, то есть не важно, будете выставлять здесь скорость 3, 4, 5, или там сколько, 6 там полный есть, это не имеет никакого значения, у вас пола 4, на самом деле максимально, если вы будете это выставлять, никакого значения не имеет, он все равно будет двигаться только на 2. Есть там дополнительные персонажи, всякие капитаны, потом адмиралы и так далее, то, что ему улучшают вот эти повороты и прочее, но фактически вот это основное. Дальше, вот такие вот непосредственно как движется, допустим, эскадроны. эскадроны, они находятся допустим на столе, и они не обязательно должны быть прямо около какого-то корабля или все остальное, они от этого не зависят. Они зависят, у них, кстати, поле зрения считается 360 градусов и, соответственно, они двигаются. Поскольку у нас есть вот этот вот X-Wing, у нас есть карты под X-Wing. Вот, например, сам мы возьмем простой. Эти три. три это скорость. И мы вот так вот чудесно прикладываем шаблон к любому, в любой стороне вот этого базы, круга, которая имеется у каждого из этих эскадронов. И просто-напросто до этого значения три, хотите на два, хотите на три, но не дальше, ставим в любое место. То есть на самом деле куда вы его там повернете, это не имеет своего назначения, потому что по большому счету он больше вот это действительно как модель, которая действительно стоит на столе, она должна не двигаться и так далее. То есть у нее вот у каждой есть правый-левый борт, корма, нос и так далее. То есть в зависимости от этого есть куда они стреляют или наоборот куда в них попадают. У этих нет. Просто 360 градусов в любую сторону ставите и, ну, единственное, что, да, в X-Ring'е, как и в X-Ring'е, в любых других играх вы не можете ни эти, ни эти корабли переставлять, чтобы они стояли поверх других, там надо их отставлять, но пересекать подставки и другие отряды и так далее они спокойно могут. Так что в данном случае этой проблемы нет. Здесь есть еще у них вот такая вот бегунок. Это получается он не активирован, это он активирован, то есть когда он уже походил, поатаковал и так далее. Здесь это, вот это вот, что вы перекручиваете, это по большому счету жизни. Так, их пять с каждым понижением до нуля. Когда ноль, забирается база состава. Вот если, например, сравнить с тайфайтером, видите, здесь всего три, ну они естественно дешевле и там немножко у них разнятся правила, потому что, например, их свинги могут стрелять, вот если на такие вот корабли наносить им ощутимый урон, эти по большому счету нет. Но у этих есть там бонусы за то, что их несколько, допустим, несколько штук атакует один. Они тогда больше кубиков бросают и так далее. То есть это у каждого разное. В принципе, в самой игре есть уже и Вайдлинги, и Фантомы, и Дефендеры. По большому счету даже все те корабли, которых не было в X-Wing'е. То есть Скурк, вот этот с ним бомбардировщик, да и все остальные, они уже давным-давно здесь были. Также проблема особенно из этого где-то. вот так вот, ну в принципе так же как и такого же размера как у X-Wing'а выглядят вот эти карты, которые идут не по сравнению с каждым кораблем. На базовом наборе или же в дополнениях это уже другое. То есть фактически вот это есть ну то есть вот это базовый корабль. А вот это могут быть даже одинаковые. Вот вот Танте Танте 4, Джанна Злайт, Додона Прайд и так далее. То есть эти корабли, которые в принципе вы можете вот 3, 2, 6 очков в зависимости от того, что вы хотите получить, вы можете выставлять именные, известные корабли из данной вселенной. Тоже видите вот например у легкого крейсера, вот сама Либерти, Эндевр и так далее. Дальше. Ну и они естественно разделяются вот значки то есть по станцам, империи, на какой корабль это все указано. Здесь дополнительные различные карты, которые устанавливаются на разные системы, которые в принципе вот у каждого корабля вы можете увидеть вот здесь. Они разнятся и от корабля и от того, чей этот. Так что здесь запоминать особенного смысла нету, разве что когда уже действительно вы поймете игру, тогда оно имеет смысл. В принципе в самом начале вам в общем-то не надо ничего особенного иметь кроме самих кораблей, колоду повреждений, того, что в стартере есть, каких-то кораблей в принципе любой, который вам нравится. Более или менее можете собрать если вы хотите действительно балансированную то сбалансируйте просто по очкам чтобы оно было более или менее одинаковое армия билдеров, в принципе онлайновые и там вы увидите все эти очки и карты их достаточно много, поэтому собрать то, что вам действительно надо и примерно представить не очень-то сложно. Дальше и соответственно вы сможете сделать вот такие различные дополнения которые ставятся на него то есть они ракеты турели все что угодно различные команды персонажи вот они могут быть и плюс вот непосредственно адмирала то есть вот такие вот они все конечно именные и соответственно идут то есть что можно заметить например вот ну непосредственно вот уже в том что есть да есть Таркин есть Монмот Джерджерод Дерикан Мадин Дадона это те которые мы давным-давно знаем из любых старых даже одних первых вот этих фильмов Звездных войн так и Константин который в принципе из повстанцев но у них появились еще Адмирал Слон Тран ну и в принципе остальные очень многие включая Мару Джейд и так далее которые в принципе раньше были только в комиксах а если учитывая то что Адмирал Слон и Тран это то что собственно говоря осталось после империи после первой гибели императора то вот вам его еще Лукас фильм очень активно продвигает постоянно вот этих новых персонажей то можно честно говоря почитать поинтересоваться кто это такой что это такая потому что мне кажется что они просто будут или в новых отдельных фильмах или в том что будет на смену повстанцам мультиках или потому что книг про них уже достаточно много так ну и плюс дополнение идут по кораблям то есть вот это то что собственно говоря вам нужно но это уже нужно будет тогда действительно когда вы поймете саму игру потому что когда вы будете начинать только сам принцип я сделаю видео о том покажу как ее играть непосредственно это будет достаточно простое видео имеется ввиду я не буду брать там все корабли подряд мы возьмем просто базовый набор и в принципе сделаем то что описано собственно говоря очередной знаковой книги от фэнтези флайт геймс как всегда их чудесным образом две одна собственно говоря это правило в кратком конкретном изложении которых нету полностью а вторая это давайте начнем играть здесь вам опять же объяснят как собирать что делать как расставить базовую то есть в принципе это все для того чтобы вы могли начать игру то есть вот это и есть основа того что вам надо знать то есть если вам интересно настраивайтесь на наш канал подписывайтесь смотрите потому что мы уже занимаемся армадой имеется не просто продаем еще играем поэтому учитесь вместе с нами чем можем тем поможем потому что это достаточно интересная игра когда вот вы вот я не раз видел эти корабли такие даже самые простые они у них такая своеобразная подставка они очень неплохо выглядят их можно сколько угодно вот это даже самый неказистый можно сказать либерти вы можете сколько угодно их видите вот у меня в руках на видео или я их даже в коробках видел но это абсолютно другое чем когда вы действительно откроете эту коробку или просто вживую ее увидите даже без обложек почему потому что они действительно как бы вот это все сглаживает их объем красоту и как они собственно говоря созданы поэтому вообще мне даже если честно кажется вот если говорить даже базовых армадах кораблей особенно вот последние выпуски которые ну последние переиздания выпуски которые вот есть мне честно говоря гораздо больше нравится по качеству изначального покраски изначального исполнения чем X-Wing даже самые новые вот как вот Heroes of Resistance например вот этот вот Рейк корабль они все равно не знаю какой-то чуть меньше но не детализация детализация обоих и модели хорошие очень хорошие саму тщательность наверное покраса или как-то подбора цвета не знаю ну вот просто как-то эти выглядят более ну качественно так что если что обращайтесь смотрите комментируйте спрашивайте и будем пытаться научиться понять как это играть и приезжайте к нам на турнир в принципе все что вот в данном случае вы видите или еще что-то у нас будет я больше чем уверен в этом потому что например я всегда хотел еще и SD получить и Tram потом будет и Profondity и все остальные корабли которые будут выходить поэтому все это вы сможете увидеть у нас и вживую в клубе и на турнире по X-Wing который у нас скоро будет с вами был Святослав Клуб Сплоски и если что подписывайтесь пишите нам интересно узнать что вы хотите увидеть